Сдать пароли и явки к 1 апреля госслужащие должны проинформировать руководство о своих аккаунтах в соцсетях, блогах и форумах. Такой отчет чиновники в этом году сделают впервые, но в будущем процедура станет регулярной. Кроме того, теперь слуги народа при устройстве на работу обязаны известить работодателя о своем пребывании в соцсетях. Моя коллега Ольга Качкурова заглянула на странички чиновников и узнала, о чем ВИПы расскажут начальникам. Новосибирские чиновники оказались самыми открытыми. Так начальник департамента информационной политики администрации Новосибирской области Сергей Нишумов выкладывает фотографии празднования своего дня рождения. Вот так уходят 39 и приближаются 40, гласит подпись фото показательно скромного стола. А изучая аккаунт начальника департамента культуры мэрии Новосибирска Анны Терешковой, можно узнать, что мать пятерых детей любит постоять за диджейским пультом. Нечуждание Васильевне и увлечение приложениями для смартфона. Выделю картинку в стиле поп-арт с коронованной чиновницей в центре композиции. А вот депутат Новосибирского Заксобрания Алексей Александров охотно позирует с ополченцами в Донбассе. Видимо, депутат полагает, что именно там лежат интересы его избирателей. Впрочем, отдыхать народный избранник все же предпочитает за границей. А после возвращения на родину не прочь пройтись по заморским странам в своих публичных выступлениях. Экзотический курорт и любит, и не стесняется делиться фотографиями оттуда и начальник отдела по бюджету, экономике и собственности Думы Томска Наталья Музыкина. На ее странице в Инстаграм фотографии в купальнике у побережья перемешаны с рабочими селфи. Свои фотографии девушка подписывает философскими изречениями. Вроде один звонок меняет все. И романтическими советами, такими как впустить в себя солнце. Томичи, к слову, такой открытости не одобряют. А вот в городской думе отмечают, что никаких ограничений к чиновникам на размещение фотографий в социальных сетях нет. А вот у омских и кемеровских чиновников делиться лично в соцсетях не принято. Да и вообще блогерство среди региональных фипов занятие не популярное. Чиновничьих аккаунтов мало, и большинство из них закрытые. В Омске исправить ситуацию год назад попытался начальник главного управления информационной политики Омской области Станислав Сумароков, который через канал на ютубе начал публично худеть. Однако видео с первой тренировки так и осталось единственным. А потом и вовсе было удалено. Шеф Сумарокова, губернатор Омской области Виктор Назаров, посты в инстаграм хоть и выкладывает регулярно, но все больше о рабочих поездках. Впрочем, глава региона любит порадовать подписчиков милыми снимками. Глава департамента образования Омска Екатерина Спехова Вконтакте постит подборки фильмов об учителях и цитаты мудрых. Символично выглядит предложение не ждать многого от других. Стресс от бесконечных проблем в традиционно недофинансированной сфере образования Екатерина Витальевна снимает, собирая пазлы. Из личного на страничке только поздравления с днем рождения от дочери с фотоколлажем трогательных семейных снимков. Из аккаунтов кемеровских чиновников узнать что-то о жизни випов вне работы и вовсе невозможно. У главы Беловского городского округа в Кемеровской области Алексея Курносова на странице 6,5 тысяч фотографий. На всех рабочие моменты. Причем не только в кабинете. Чиновник не прочь и лопатой помахать. Илья Владимирович Сердюк. Глава города Кемерово. Любитель волейбола. Это, пожалуй, единственная фотография, как человек из промышленного региона проводит свободное время. Занимается ли он сам спортом – неизвестно. Занимается ли он сам спортом – неизвестно.